Проблему устойчивости к лекарствам решает ученый Казанского федерального университета. Почему организм привыкает к препаратам и не дает себе лечить, узнаете далее. Когда организм не может побороть определенную бактерию или вирус, несмотря на то, что человек принимает лекарства, такая проблема называется устойчивостью или, по-другому, резистентностью к препарату. Чаще всего она возникает в том случае, когда человек принимает лекарства не назначенным курсом, а частично. Многие лечатся как антибиотиками, например. Один-два дня выпил по таблеточке, ой, мне уже стало лучше. И все, ладно, я не буду остальное допивать, и так все нормально. А на самом деле организм привыкает. То есть, когда он не убивается до конца, остаются такие полуживые, так скажем, бактерии в организме, они уже выживают в условиях этого лекарства и становятся к нему более устойчивы. Поэтому, конечно же, если мы начинаем какое-то лечение, то нам нужно его заканчивать до конца. Но если устойчивость все же сформировалась, то помочь в этом может так называемая маскировка лекарства. Это широкое научное направление, куда вносят вклад ученые со всего мира. В их числе и сотрудники Казанского федерального университета, которые используют так называемые макроциклы и собирают из них наночастицы по принципу конструктора лего. Так, под руководством Людмилы Якимовой были синтезированы макроциклические соединения, которые могут собираться в различные формы, и туда помещается лекарство. Так получается новая лекарственная форма. То есть, это вот как киндер-сюрприз, представляете? Там есть игрушка. Вот то же самое мы создаем некоторый контейнер, который, представляете, имеет нанометровый размер, стоит из различных макроциклов, по-разному функционализированных различными химическими структурными фрагментами. И туда мы нагружаем лекарство. И мы его таким образом прячем и доставляем в клетку. Такое спрятанное лекарство вредоносные организмы перестают узнавать, и тогда лечение будет приносить пользу. Но это не единственное преимущество макроциклических соединений. Они могут оказывать лечебные действия и без самого лекарства. Например, известно, что противораковые препараты очень агрессивны. Они разрушают не только сами раковые, но и здоровые клетки. И, по словам Людмилы Якимовой, используемые учеными макроциклы могут бороться с больными клетками, но при этом сохранять нормальные клетки здоровыми. Есть два поколения макроциклачей, их несколько, но мы работаем с двумя. Это теоколексорен, имеют такую форму, как конус, чашечка. Есть пустое дно и верхушечка. И вот такой пиларен, это уже столбик. И вот как раз вот эти макроциклы, они могут между собой определенным образом взаимодействовать. Взаимодействуя друг с другом, макроциклы создают систему, которая уже была протестирована в лаборатории, показав успешный результат в борьбе с одним из видов раковых клеток. Работа ученых получила грантовую поддержку российского научного фонда в 2017 году. И совсем недавно проект получил продление. Его руководитель Людмила Якимова выразила надежду на то, что спустя года разработка получит свое применение и станет надежным помощником в лечении людей. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.